И всем привет, с вами Росиксон. В этом видосе расскажу о P2P на бирже GTA.io, расскажу зачем она нужна, какие у неё плюсы, минусы и тому подобное. А перед этим я советую вам зарегистрироваться на бирже GTA.io, я её использую, она входит в топ-10 бирж мира. Если вы зарегистрируетесь по ссылочке в описании, то у вас будет вечная и максимальная скидка на комиссию 20%. А, ну ещё чуть не забыл, приходите в мой телеграм-канал под ссылочкой в описании, ну во-первых, ютуб могут закрыть, во-вторых, там много всего интересного, чего нет на ютубе, там я выкладываю темы, в которых сам участвую, там я говорил, например, то, что продал биток при 60 тысяч долларов, там вообще более 90% крипты и тому подобное, там, например, участвовали в 100% аирдропе за свапе, там очень много всего интересного, приходите и узнаете сами. Ну а теперь к теме видеоролика. P2P на английском это peer-to-peer, person-to-person, от человека к человеку, к равному, к равному, одноранговая, равноправная, партнерская модель взаимодействия на равных. P2P торговля это прямая покупка и продажа криптовалюты пользователями без участия третьей страны или посредника. Но тут небольшая ремарка, потому что небольшим посредником выступает биржа, ну так как P2P вы совершаете на бирже Gate.io. При покупке или продаже криптовалюты на традиционной бирже вы не совершаете транзакцию с контрагентом напрямую. Напротив, вы используете графики и другие рыночные инструменты, чтобы определить оптимальное время для покупки, продажи или хранения криптовалют. Биржа организует транзакцию от вашего имени, а рыночная цена определяет окончательную цену в момент транзакции. Так, ну в общем, P2P торговля позволяет лучше контролировать выбор покупателя вашей криптовалюты или ее продавца, оказывать большое влияние на образование и время расчета, и в целом иметь больше контроля над сделкой. Вместе с тем P2P транзакции несут определенные риски, ввиду отсутствия третьей стороны, но тут же третьей стороной выступает биржа Gate.io. Ну то есть, проще говоря, у меня на карте лежит 100 баксов, я хочу купить на них биткоины, я отправляю какому-то человеку эти 100 баксов, он их получает и отдает мне биткоины на эту же сумму, за вычетом своей небольшой комиссии. Это всем удобно, особенно когда есть третья сторона, биржа Gate.io, которая следит за правильностью сделки. Но тут главное правильно выбирать продавца и покупателя, потому что если сделка является слишком выгодной для вас, то это должно показаться странным, и вы должны еще раз перепроверить продавца, например, у него должно быть уже много выполненных ордеров, ну и тому подобное. Ну и как я говорил, вы должны знать некоторые подводные камни, прежде чем торговать на P2P, что-то покупать, что-то продавать. Вы должны смотреть на продавца, если у него много ордеров, и там большой процент выполненных, то значит можно торговать. Я расскажу лишь частично о некоторых подводных камнях, а сейчас расскажу о преимуществах P2P. Это глобальный маркетплейс, одним из преимуществ является доступ к глобальному рынку покупателей и продавцов криптовалюты, потому что P2P доступна в более чем 180 странах. Это позволяет торговать криптовалютой с людьми по всему миру за считанные секунды. Второе, это торговля. В торговле фиатными деньгами P2P доступна круглосуточно и без выходных. Как пользователя вы можете торговать автоматически, или выбирать продавцов для покупки и продажи. И также там, как правило, проценты, в общем, издержки при покупке на P2P, как правило, меньше, чем если вы напрямую с биржи купите и тому подобное. А теперь недостатки P2P. Но сразу говорю то, что в моем видео много упрощений, так что изучайте все самостоятельно еще раз, прежде чем что-то будете делать. У меня такое общее видео, чтобы вы понимали, ну что примерно и как происходит. Так, недостатки P2P. Это меньшая скорость торговли. Несмотря на то, что P2P транзакции после подтверждения обеими сторонами, как правило, завращаются практически мгновенно, одна из сторон может задержать сделку по разным причинам. Например, я иногда забывал подтвердить то, что я уже получил средства, хотя я их уже получил, я просто забывал об этом, так что все может быть. Низкая ликвидность P2P. Еще относительно новый инструмент. Ликвидность здесь ниже, чем на централизованных биржах. По этой причине крупные трейдеры, которым необходимо совершать масштабные сделки, возможно предпочтут воспользоваться внебиржевой OTC торговлей или покупкой и продажей на стандартной бирже. Ну и еще один недостаток, как я говорил, то, что возможно какой-то обман, то, что вы переведете средства, там какой-то мошенник, то есть нужно проверять продавцов. Ну, примерно так. Ну, как купить, это довольно легко, выбираете способ оплаты, продавца, как я говорил, выбираете, там, ну, чтобы у него было много ордеров выполнено и хороший процент выполнения, да просто и... Все. Примерно так. Торговцам стать сложнее. Чтобы стать торговцем, вы должны иметь VIP уровень 3 или выше. Все продавцы могут публиковать объявления о покупке крипты, но только те, кто владеет активами, превышающими 5000 USDT или 5000 GT токенов. Кстати, я уже снимал видео о криптовалете GT, можете посмотреть на моем YouTube канале. Но будьте аккуратны, ведь если продавец отменяет 6 ордеров подряд, он и на будет ограничен в торговле фиатными деньгами на 8 часов. Объявления, которые были опубликованы до ограничения, будут по-прежнему соответствовать заказам, но вы не сможете публиковать новые объявления. В этом ролике я рассказал вообще, что такое P2P торговля, ну какие у него плюсы, какие минусы. Довольно обобщенно и упрощенно, так что имейте в виду. На бирже Гейтайо, спасибо ей за поддержку. Я уже сделал более 25 роликов про Гейт, можете посмотреть в моем плейлисте. В общем, удачи и будьте аккуратны. Продолжение следует...